Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой неделе. Собственно, начинаем мы пятидневку. Понедельник у нас день, с одной стороны, насыщенный, поскольку обычно мы резонируем от событий прошлой недели, с другой стороны, облегченным на какие-то важные релизы, статистику, потому что понедельник обычно важных новостей нет. В целом, текущие пять полноценных торговых сессий грядут по важности событий. Это, собственно, выступление Джанет Хеллин, которое состоится завтра. Стоит отметить также, что в среду мы с вами будем разбирать и анализировать протоколы последнего заседания американского регулятора. В четверг состоится, точнее, даже неправильно будет так сказать, день благодарения. В США это значит то, что на рынке будут отсутствовать американские трейдеры. С одной стороны, это низколиквидные торги, но с другой стороны, низколиквидность подразумевает резкие реакции и рост волатильности даже по мере появления не совсем значимых событий. Ну, посмотрим, как у нас покажет себя в этот раз четверг. Помимо этого, у нас ждет еще несколько важных отчетов по штатам. Особый оценок, я думаю, нам нужно будет обратиться еще на активности в сфере услуг. Это статистика, которая будет увлекована в пятницу. И, конечно же, тогда, когда мы практически разочаровались в долларе, потому что американская валюта никак не хочет отыгрывать сильную статистику, больше находясь во власти, опять же, и новых новостных поводов, связанных с Северной Кореей, во власти, опять же, неопределенности по реализации налоговой реформы. И вот еще снова мы возвращаемся к истории, которая, я думал, что уже в прошлом. Это история, связанная с все еще продолжающимся поиском российского следа в американской предвыборной кампании Трампа, которая, вы знаете, состоялась уже больше года назад, и все еще хотят уличить виновных в том, что было нечто подобное. Каждый раз, когда рынку выкатывают дополнительные сообщения по этому поводу, новости, мы видим явный спрос на защитные активы и слабость, конечно же, доллара. В данном случае, когда перейдем непосредственно к паре доллар-японской и иены, я коснусь еще данных сообщений, вы поймете, с чем связана, опять же, такая динамика. Но, забегая вперед, хочется сразу сказать, друзья, то, что ставят крест на долларе, ни в коем случае не нужно, потому что мы ждем больше конкретики по налогу, по реформе. Кстати, совсем скоро пройдет голосование по законопроекту уже в Сенате. Там, конечно же, поддержка эспубликанцев меньше, чем в Палате представителей. Но все-таки я пока не оставляю вот этот оптимизм, связанный с тем, что это реформа, которая будет претворена в жизнь раньше 2019 года. И все-таки не хочется мне пока что забывать про слова Трампа, потому что он сделает все возможное. Это, кстати, то, что было отмечено еще в Твиттере больше месяца назад, чтобы у рынка была какая-то ясность по этому вопросу до Дня Благодарения. Есть у него еще три торговые сессии, поэтому в предстоящие дни я продолжу осматривать американцев только с точки зрения роста, даже несмотря на то, что сейчас у нас пара доллар-японская иена находится на отметке с 112 иен против доллара. Друзья, не забывайте, что раз сегодня на календаре 20 ноября, уже совсем скоро, я думаю, что можно будет немножко округлить и сказать, что до заседания нефтедбывающих стран в Вене, до заседания ОПЕК, которое запланировано на 30 ноября, остается всего лишь полторы недели. Поэтому давайте планком теперь перейдем к нефтянке и поговорим о том, что у нас сложилось на этом рынке. 30 ноября – очень важная дата, дата, которая, в принципе, совсем скоро, учитывая то, что к заседанию и к возможности продления соглашения по снижению добычи мы с вами готовились очень и очень давно, то есть уже обсуждаем порядка 3-4 месяцев собственно, возможный переломный момент в текущей ситуации на рынке нефти, хотя последние более-менее конкретные сообщения, которые посвящены этой теме, указывают на то, что максимум, на что стоит рассчитывать, это на продление действия соглашения до конца 2018 года. Ни о каких дополнительных объемах снижения, ни о снижении квоты, коррекция выработки речи не идет. Тем более, что мы знакомы также с позицией с Россией, которая является одним из ключевых игроков на рынке нефти, одним из основных участников, скажем, лидеров, мнений вообще, а все сообщество стран, которые поддержали энергетические пакты. Россия действительно, я думаю, что не будет поддерживать договоренности по снижению тобычи. Но максимум, чтобы, опять же, согласовать общую идею, поддержать намерения, направленные на улучшение ценовой конъюнтуры, максимум проголосуют за продление этого соглашения до конца 2018 года. А сейчас самый настоящий момент X для нефтянки, потому что, с одной стороны, мы понимаем, что на этом рынке до сих пор по балансу, наверное, интереса, можно сказать, чуть ли не 50 на 50. И оптимисты, которые уже считают, что рынок развернулся и покажут более высокие ценовые горизонты, уверенно закрепятся выше 65, будет претендовать даже на движение в районе 70 долларов за пар, или это акцент на контракт Брента. Соответственно, и пессимисты, которые видят негатив именно в том формате, в котором мы сейчас, на мой взгляд, крайне очевидно прослеживать рынки. Этот негатив связан с одним из ключевых игроков, пока что мы говорим, что один из ключевых игроков, кто знает, по версии Международного энергетического агентства, штата, о которых мы с вами говорим, при сохранении текущих планов по наращиванию производства и текущих показателей по реальному росту добычи, будут претендовать на то, чтобы стать регионом номер один по добыче, собственно, завалившись за планку в 10 миллионов баррелей в сутки. Все к этому идет, потому что мы с вами разбираем статистику по объему добычи каждую неделю. Хорошо, что у нас есть регулярный отчет от администрации аналитической информации. Мы соотносим нашу позицию с реальной статистической поддержкой. И, кстати, в тех отчетах, которые разбирали в последние недели, мы получили еще больше крепления в том, что наша с вами идея, что именно Штаты будут снижать эффективность всех усилий ОПЕК и создавать, на мой взгляд, даже непреодолимые препятствия для ближневосточного картеля по балансированию спроса и приложения. Эта идея более и более актуальна. С каждой недели у нас новая возможность, либо какое-то сообщение, чтобы лишь убедиться в правильности и верности нашего с вами подхода и намерения все-таки продавать нефть, а укрой, ведь желание убить ее гораздо ниже текущих значений. Чтобы не быть голословным, так в двух словах напомню, друзья, то, что у нас был и, собственно, ОПЕК со стороны самого объединения ближневосточного картеля о том, что сланцевая добыча будет расти, потому что штат высокие цены на нефть, разумеется, стимулирует сланцевых производителей. И мы говорили про дилемму, с которой столкнулся ОПЕК, поскольку именно действия ОПЕК оказали поддержку конкурирующим регионам с Ближним Востоком, прежде всего с Соединенным Штатом Америки, потому что иноритический пакт — это, по сути, зеленый свет, билет, который счастливо выкинули американские производители. Они получили возможность увеличивать добычу, поскольку цены на нефть растут, и они при этом не обременены никакими условиями, сделают никакими соглашениями, то есть войны наращивать добычу в тех объемах, которые только могут. Мы помним и доклады администрации наличной информации. Кстати, примечательно, что только за две недели у нас рост по добыче составил 80 тысяч. Поэтому я напоминаю вам, что прогноз администрации наличной информации, что в декабре будет еще плюс 80 тысяч, это даже, скажем, весьма скромное значение по приросту, потому что при сохранении текущих темпов нефтедобычи, в недельных вполне можно замахиваться даже на прирост в 100 тысяч баррелей. Текущий объем 9,65 миллионов – это официальная оценка, может быть, по неофициальным данным, потому что цифра будет еще более красивой. В то же время до конца этого года остается, по сути, чуть больше месяца. 10 миллионов мы, конечно же, с вами не достигнем, но 9,75, 9,8 – это более чем реально. И если с этой планкой мы шагнем в 2018 год, тогда снова вспомним и про старый добрый прогноз, опять же, ряда нефтяных компаний. Реально то, что соединенные штаты Америки заставят говорить себя как о регионе номер один по производству нефти, и именно штаты будут навязывать, опять же, какие-то идейные посылы для нефтянки и диктовать именно те тренды, которые на этом глобальном рынке черного золота и будут формироваться. Я готовлю вас к этому уже довольно давно, друзья, но вы видите, что статистика, она все больше и больше оказывается на стороне вот этих, казалось бы, нереальных еще в начале этого года прогнозов. Но штаты начинают воспринимать всерьез даже те, кто раньше считался их лишь одним из многих конкурентов. Вы понимаете, что здесь я сравниваю с Ближним Востоком. Предлагаю все-таки принять для себя конкретное решение, на что вы сейчас рассчитываете делать ставку. То, что получается 30 ноября, это следующий четверг, ОПЕК пойдет на более какие-то радикальные шаги в целях снижения крайних показателей перепроизводства. И, соответственно, на рынок уже дополнительный объем покупок и котировки улетят выше 65, могут быть даже претендовать в районной системе сопротивления 70. Вижу, будет все-таки, друзья, будете большими реалистами и вооружитесь, опять же, той поддержкой статистики, которая у нас есть со стороны Штатов, будете либо продавать нефть с текущих значений, либо искать уровень для того, чтобы занять перспективную короткую позицию уже на весь 2018 год и ждать нефтянку ниже 50 долларов за баррель. Но я думаю, что мой комментарий относительно того, что я рассматривал сценарий номер два, то есть продажи будут излишним. Те, кто постоянно присутствует на брифингах, знают, как негативно я отношусь к нефти и знают, насколько я уверен, опять же, может быть, даже слишком в том, что котировки будут гораздо ниже текущих значений. Рубль 59.27. Ситуация в целом не меняется. Мы держимся рядом с сопротивлением 60 рублей за американца. И по мере, опять же, снижения цен на нефть мы ждем все-таки уверенного закрепления пары выше 60. Ни в коем случае я сейчас не советую вам занимать длинные позиции по рублю, даже несмотря на то, что буквально на носу уже налоговый период в России. Думаю, что даже высоким показателем спроса на рублевую ликвидность, то есть когда экспортеры будут исполнять свои налоговые обязательства, будет не в силу, чтобы побороть негатив, связанный с потенциалом снижения цен на нефть. Поэтому жду 60, 61 и цель до конца этого года 62. Доллар и японская иена. Ну, в начале брифинга я уже отметил то, что мы сейчас работаем с усиленными геополитическими факторами. Видим то, что доллар пока не очень охотно реагирует на статистику. Статистику, видимо, решил отложить всем поближе к декабрьскому наседанию ФРС. И уже когда, возможно, определенная часть трейдеров придет к вниманию решения о том, что поддержки, к примеру, со стороны налоговой рекорды ждать не приходится, попробуют выжать по максимуму из перспектив повышения процентной ставки. В общем, здесь при любом раскладе я вижу потенциальную поддержку, мощную для доллара, которая способна прийти, в принципе, откуда угодно. Почему доллар сейчас продают? Потому что снова инициированы дополнительные расследования по поиску российского следа и на выборах США. В частности, спецпрокурор Мюллер запросил ряд документов от ближайших союзников по Транпу, по его предвыборной кампании и, скажем, высших чинов его администрации. Соответственно, если будут подробности по этой теме, я обязательно вам расскажу. Ну, пока что рынок ограничивается только этими комментариями. Видимо, если бы было что-то реально стоящее, доллар уже давно котировался бы ниже отметки 112, в районе 110, пока держится все-таки не то чтобы на высоких значениях, но мы видели доллар и гораздо ниже, поэтому текущие котировки больше все равно позволяют воспринимать все-таки сохранение еще потенциала, который может быть отыгран в плане роста доллара. По-прежнему, в центре внимания налоговая реформа. После голосования в Палате представителей теперь, окс, внимание, смещен на голосование в Сенате. Я отметил то, что там поддержка успехов гораздо меньше, но на рынке в последнее время происходит то, что меньше всего предполагаешь. И в этом случае можно рассмотреть предстоящее голосование как тоже потенциальный триггер роста доллара. Возможно, у нас будет конкретика по более скорым и ранним срокам реализации этой налоговой реформы. Также хочу отметить очень обнадеживающий прогноз Goldman Sachs, который обычно очень, скажем, детально взвешивает свою оценку перспективы повышения процентной ставки. И вот в прошлом году, собственно, нас не разочаровали. В этом тоже, в принципе, нет, хотя настаивали на четырех повышения процентной ставки. Но сейчас прогноз следующий. Уже, разумеется, на 2018 год, он исключительно позитивный. Считается то, что даже с Джеромом Пауэром, собственно, новоиспеченным председателем ФРС, который сменит февраль, Жанет Хеллен, мы будем свидетельны с вами. Минимум 4 повышения процентной ставки. Экономика США вырастет на 2,5%, при этом уровень безработицы снизится на 2,3,7%. Здесь уже супер, конечно же, позитив по рынку труда 3,7%. На мой взгляд, это очень круто. Не знаю, удаст ли все-таки прогрессу дотащить этот сектор до таких показателей. Ну, почему бы и нет? Ведь динамика с каждым месяцем становится все лучше и лучше. Ну, по крайней мере, вот эти прогрессирующие моменты, они сохраняют импульс дальнейшего развития и позволяют нам из недели в неделю говорить о том, что сектор труда – это один из катализаторов более высоких показателей активности потребителей, потому что через этот сектор мы с вами разбираем динамику по заработным платам. И до этого, когда получали последние отчеты по экономическому росту, уже пришли поводы, что американская экономика действительно опирается на очень здоровые показатели активности потребителей, поэтому и рост в целом выше сейчас среднего. Да и я думаю, что если четвертый квартал не разочарует, то экономический рост в 2017 году будет одним из самых лучших за последние 8-10 лет. Это тоже, друзья, позитив, который может быть сейчас на руку долларов. Почему? Потому что чем сильнее статистика, чем мощнее вот эти позитивные ожидания, тем больше уверенности в готовности этой самой экономике к сохранению приверженности более жесткой политики. У нас с вами на этой неделе, как я уже отметил, в среду протоколы. Протоколы могут напомнить нам, почему мы все правильно делаем, гадая и спекулируя на идеи повышения ставки в декабре. Если, опять же, этот посыл будет верен и от представителей ФРС мы получим подтверждение того, что они практически единогласны за то, что ставку нужно повысить по федеральным фондам, ну, надеюсь, хотя бы на этот доллар должен отреагировать, потому что на что еще реагировать, если не на абсолютно прямые конкретные комментарии представителей ФРС, то, что ставка будет, собственно, повышена. Поэтому, друзья, давайте ждать с вами среду, давайте ждать этот день с расчетом на то, что мы получим поддержку для доллара и снова сможем наблюдать пару долларов японской и иены в непосредственной близости от отметки 114, чтобы потом уже спекулировать на возможности обновления уже многомесячных каек. Но 115, даже не хочется произносить пока этот план, потому что как только мы это делаем, доллар старательно, как будто бы назло, нам специально уходит его вниз. Поэтому сейчас будем, давайте, руководствоваться более скромными значениями, но они все равно предполагают покупку доллара. Евро против американца. Здесь стоит отметить то, что евро пользовался поддержкой статистики на прошлой неделе, но я думаю, что это не совсем правильно. Евро пользовался поддержкой только слабого доллара. И в зависимости от того, сможет ли американская валюта восстановить позиции на этой неделе, будет уже определяться то, что будет с евро. Я хочу отметить то, что мы под закат, опять же, прошлой неделе еще хотели получить несколько сигналов дополнительных о важности мягкой экономической политики от господина Драги, который дал свою пресс-конференцию в пятницу. И были, опять же, комментарии по монетарной политике, но рынок на них особо не отреагировал. Хотя, на мой взгляд, зря, потому что я увидел очень много таких латентных, скрытых сигналов в пользу того, что политика, она необходима для Европейского центрального банка и для еврозоны в том ключе, в котором проводится сейчас. И, вы знаете, я считаю то, что решение, опять же, Европейского центрального банка продлить действие программы количественного смягчения до 2018 года, оно имеет очень важный такой глубинный системный посыл. Оно позволило, по сути, через сокращение, опять же, программы вдвое, уважить настроение тех трейдеров, которые считают, что политику нужно уже делать более жестко, но, с другой стороны, если копать поглубже, мы понимаем, что если программа количественного смягчения будет действовать до конца 2018 года, значит, ЕЦБ априори не сможет ничего сделать с процентными ставками, то есть они будут оставаться низкими. А это, в свою очередь, явно уже в пользу тех трейдеров, которые считают, что мягкая политика будет характерна для Европейского центрального банка в течение еще, как минимум, нескольких лет, и это причина для слабого евро. То есть ЕЦБ поступил очень грамотно, очень эффективно, не создал ненужной волатильности на финансовых рынках и в целом не сломал рыночные настроения, которые присутствовали. Если, опять же, делать вывод из того, что мы услышали, я думаю, друзья, вы все прекрасно понимаете, насколько, опять же, очевиден, мне кажется, сигнал от ЕЦБ о том, что мягкая экономическая политика будет направлена на долгосрочное ослабление евро. Поэтому сейчас мне не хотелось бы голословно заявлять о том, что евро неуголно пойдет вниз. Я допускаю то, что при слабости доллара европейская валюта сможет еще применять попытку забраться выше текущих значений, но с большим интересом я сейчас ориентируюсь на поддержку 1,15. Дальше. Новозеландец против доллара, в принципе, как и австралийская валюта, страны океане находятся под серьезным прессом, тоже в соответствии с нашим с вами прогнозом по новозеландцу. Кстати, текущие котировки 0,6814, логу был на отметке 0,6779. Друзья, как только мы протестируем план 0,6750, я советую частично закрывать позиции, потому что очень круто уже прокатились вниз. И нам помогает, опять же, статистика, в частности, данные, которые вышли на прошлой неделе в конце. Это активность в производственном секторе. Новозеландия, она просела. И что еще важнее, компоненты, показатели инфляции, индексы производителей. В квартальном выражении снизился до 1% с 1,3%. Вот еще одно подтверждение того, почему Резервный банк Австралии и Резервный банк Новой Зеландии не будут торопиться следовать за прочими регуляторами, которые уже начали ужесточать монетарную политику. Поэтому эти идеи мы с вами еще непременно отыграем, в смысле через снижение курсов национальных валют. Вот поэтому я и еще раз акцентирую ваше внимание, почему на Мазеландца нужно продавать и австралийцы. По австралийцу, кстати, текущие котировки 0,7552. Здесь у нас ориентир 0,75 и тоже начинаем частично фиксировать результаты ранее от этих коротких позиций. Доллар канадец. В пятницу вышли данные по инфляции. Все в соответствии с нашим с вами прогнозом. Инфляция просела как в месячном, так и в годовом выражении. А значит, Банк Канады будет придерживать, опять же, лошадей по поводу следующего решения по росту ставок. Это то, что было также отмечено Ползом и Каролиной Вилкинс, то есть элитой резервного банка, точнее просто банка Канады. Соответственно, как торгуем? Конечно же, покупая пару доллар канадец. И мы в пятницу увидели, что даже несмотря на слабость доллара, все равно канадская валюта слабела быстрее. То есть трейдеры больше фокусируются сейчас именно на национальном фундаменте канадского происхождения, что позволяет нам еще раз убедиться в том, что наша рекомендация, идея по поводу того, что эту пару нужно покупать и чуть ли не до отметки 1.30, она абсолютно оправдана и сохраняет свою актуальность. То есть за канадцем продолжим следить. Отчетов не то чтобы много на этой неделе, но парочку будут. Тут также будем следить еще и за нефтянкой, которая при слабости приведет к ослаблению не только рубля, кстати, но и также очень уязвимого к стоимости слива инструментов канадцы тоже. Поэтому, друзья, на этом, собственно, все. У нас идея остается прежней. В целом, системная картина не изменилась. Напоминаю то, что по нефти мы с вами ждем разворота. Не добрались мы пока что до 60, но главный вопрос, может быть, даже этой недели. Из важных событий сегодня давайте послушаем, что снова скажут драки, потому что в 17.00 по московскому времени состоится его пресс-конференция. Возможно, будут новые сигналы того, о чем я вам говорил. Но это для тех, кто еще не нашел достаточного подтверждения того, почему евро нужно долгосрочно продавать. Надеюсь, что многие из вас уже определились, как действовать этой валютной парой с этим конкретным валютным инструментом. На этом, собственно, все, друзья. Хорошей вам торговой сессии. Безусловно, хорошей недели. Я, как и всегда, остаюсь с вами. Каждый день в 9.30 по московскому времени мы с вами анализируем ситуацию на финансовых рынках и корректируем наши долгосрочные инвестиционные идеи. И если есть вопросы, можете оставлять их на нашем канале на YouTube. Также не забывайте ставить лайки, за которые всем вам, друзья, большое спасибо. Всего доброго. До свидания. Продолжение следует...